Перевод войны на военные объекты на территории России – это кардинальные изменения. Это то, чего панически боялись Соединенные Штаты Америки. Я вообще считаю, что вот это событие может быть поворотным, потому что, ведь обратите внимание, параллельно только что Соединенные Штаты Америки стали, что называется, изменять настройки камерцев для того, чтобы они не могли наносить удар. Да, вот об этом Вашингтон-Пост написала, по-моему. Уолл-Стрит-Джон. Уолл-Стрит-Джон, да, не Вашингтон-Пост, это Уолл-Стрит-Джон. Якобы стали в поставляемых ракетах как-то настраивать приборы, которые позволяют им лететь не дальше определенного расстояния. Так вот, Украина, если эта вся история получит продолжение, Украина на это ответила очень простым словом. Ну и ладно, да и фиг с вами, а мы сами. И если это действительно возможная технология, которая будет мультиплицироваться, то есть распространяться, ну в принципе, да, конечно, военный аэродром Энгельс-2 это очень серьезная история. И уничтожение объектов на этой территории это важнейшая вещь. Но дальше возникает вопрос, а там же сильно за тысячу километров они могут летать. Поэтому возникает вопрос, а что Москва? А Москва гарантирована от того, что если так уж упорно уничтожать Киев, а здесь постоянно разговор идет о том, что надо уничтожать Киев, в том числе и там правительственные кварталы и так далее. Я совершенно не понимаю, вот с самого начала этой войны, это чудовищная история, Россия уничтожает совершенно спокойно, комфортно украинские города, а Украина отвечает только ударами по своей собственной территории. Значит, это, ну так войны не ведутся. Так войну Путин вел против сирийцев, когда он сбрасывал им на голову, так сказать, бомбы. Ну, тот же самый Суровикин этим занимался. Но так войны не выигрываются. Поэтому я думаю, что если вот эта история получит продолжение, это в корне может изменить ситуацию. А вот вы не думаете, простите, что я вас перебиваю, не думаете вы, чтобы не уйти от этой темы публикации в американской прессе? Ведь можно и так истолковать, что американцы сказали, мы вам не будем поставлять, ну не могут же они там поставить ракеты с определенными характеристиками и не предупредить украинскую сторону, что извините, господа хорошие, но вот ракеты, которые мы вам поставляем, будут летать на меньшее расстояние, чем изначально предполагалось. Но вполне вероятно, что есть какой-нибудь дополнительный пункт в этих договоренностях, который гласит, что вот, а если вы с помощью собственных средств будете летать на какие-то любые расстояния, это уже не наш вопрос. Нам важно, чтобы было всем известно, мы предпринимаем меры для того, чтобы оружие, которое поставляется из Соединенных Штатов Украины, не достигало территории в глубине России. Замечательно, очень хорошо, прекрасно. Значит, хаймерсами украинцы будут бить врага на своей территории, а своими дронами будут уничтожать врага на его собственной территории. Прекрасное разделение. Я, правда, не уверен, что только дронами можно достичь той эффективности, которая необходима, но, в принципе, почему бы и нет. То есть, это очень хороший вариант. Ну, в данном случае, я еще раз говорю, я до сих пор до конца, вот я не пытаюсь изображать из себя человека, который там все понимает. Я до сих пор не понимаю, до конца не понимаю и нигде не встречал четкой артикуляции, почему вот в час по чайной ложке дается вооружение Украине. Я многих спрашивал, я тоже беседую с военными экспертами, с дипломатами и до сих пор ни разу не встретил членораздельного объяснения. Все разговоры о том, что, так сказать, боятся эскалации, ну, куда к черту бояться, к чего? А еще более смешно это заявление о том, что американцы не хотят давать украинцам тяжелое вооружение дальновойно, потому что они берегут его, боятся остаться безоружными. Простите, а кто, Канада собирается нападать на Соединенные Штаты Америки или Мексика, там заговоры какие-то тощат, злой мексиканец ползет на берег, тощит свой кинжал. Значит, что, откуда, откуда, тем более, когда речь идет о ограничении хаймерсов. 20 штук дали, а у них там несколько сотен. На кой черт Америки несколько сотен хаймерсов? Это оружие, так сказать, для сухопутной войны. Для войны против противника, который вторгается на твою территорию. Или ты вторгаешься. С кем вот в сухопутном режиме собирается воевать Америка? Опять-таки, есть два соседа. Канада и Мексика. Зачеркните. Вот это, вот я не встретил. Если вы знаете ответ на эту вопрос. Ну, разве что Россия вторгнется на Аляску с целью вернуть ее в лоно матушки империи. Хороший вариант. Хороший вариант, да. Но только я боюсь, что в этом случае, так сказать, в результате этого вторжения, Чукотка, немедленно Чукотка, а на Якутию у меня больше надежд. Все-таки у Якутии была серьезная государственность. Кстати говоря, Чукчи выигрывали многолетнюю войну русско-чукотскую. Так что я думаю, что и Чукотка, и Якутия в этом случае мгновенно, так сказать, просто сдадутся и объявят о своем суверенитете сначала, а потом переходы. Сначала проведут референдум, да? Референдум, да. Хабаровск тоже. Это все, это хорошая идея вообще.